Ничего этой рыбе не надо. В это дело во все. Сейчас мы еще порежем парочку помидорок. Рыбка начинает клевать. Доброе утро всем. Очередной день нашего пребывания на лозе. И сегодня я закинул фидер. Попутно запускаю бомбарду с мухой. Снасть такая. По течению. На муху как-то безрезультатно. Во всяком случае на эту я другую еще не ставил. Конечно будем мушки менять. А на фидер было пару неплохих поклевок. Одна. Да в принципе обе рыбки. Я даже не понял кто там. Сорвались из-за зацепа. Цепляется. Вот ее течением. Вот заносит в ту сторону. И когда я начинаю вываживать. Вот в этой вот траве обязательно туда затаскивает. Течением прямо заворачивает. То есть вот не знаю что с этим поделать. Второй раз я аж вот сюда вот отбежал в кусты. Чтобы это вытащить. Как мимо кувшинок всех этих прошло. Нет. Все равно заворачивают кувшинки. И вот оба раза я никого не вытащил. Но клюет. Время у нас уже. Я оп. Без часов. Время. Я только что смотрел. Было где-то начало седьмого. Рыбачу с пяти утра. Вот с пяти часов я видел пару поклевок. Все пока на этом. Сегодня. Боюсь сглазить. Нет дождика с утра. Нет ветра. Из-за чего пришлось поливаться репеллентами. Чтобы не съели комары. Но это все ерунда. Главное чтобы не было дождя. Осадки вообще терпеть не могу. Они уже замучили. Чтобы не ходить как человек по кет. Вот сейчас вот я маленечко. Приятно себя чувствую. То есть вот. Ну продолжим. Продолжим нашу рыбалку. Попробовал короче закинуть поближе. Чтоб в траву не затаскивало. Но в итоге она лежит здесь на мели. И как бы я думаю что никакого понта из этого не будет. Кстати сказать рыбачу на червя. И такая у меня прикормочка. Специально для фидера. Красным цветом она такая. Аппетитно пахнущая. Туда добавлены клеящие вещества. Специально для фидера. И надо сказать что я вот достаю. В кормушке корм есть. В кормушке корм есть. И его не вымывают. Хотя течение он офигеть вообще. Вообще все эти бесклевья нынче. Это вот из-за большой воды. Большая вода на лозе. Ничего этой рыбе не надо. Ни мухи. Ни червяки. Ни блесны. Она просто не клюет. Просто не хочет клевать. А так хочется поймать. Этот маленький хорюзок. Который вчера попался на червячка. На поплывочек. Это просто вообще случайность какая-то. Ему там все рыбы. Которые собрались там на дне. Пока он в садке сидит. Они ему все такие. Ты что придурок? Никто не клюет. А ты вдруг клюнуть решил. Ты что не видел кто приехал что ли? То у него никто не клюет никогда. Ты взял клюну. Вот такой вчера попался. Все поклевок нет. Ни черта сегодня за утро не поймали. Несмотря на то что рыба плещется. Она клевать вообще отказывается. Поэтому. Пойду-ка я. Отдыхать. Все ребята я проснулся. Вздремнул я пару часиков. Отлично. Умылся. Привел себя в порядок. Все как положено. Посмотрите. Посмотрите какая устаканилась погода. Офигеть. Вообще. Солнышко проглядывает. Здорово. Мухи, комары, мошка. Все залетало. Все вожило. Каждая козявка рада. Алла вон веревку натягивает. Чтобы просушивать. Вещи. Но у нас. У нас время завтрака. И сегодня мы будем делать замечательную лесную яичню. В сковородочку. Немножко маслица. Немножко. Так и на огонь. Маслица наша уже практически разогрелась. Старая добрая чугунная сковорода. Но новая. Сейчас мы на нашу яичню. Такой аппетитный бекончик кидаем. Я его порезал на кусочки. Сальные части выбрал. Масло вонючее. Специально рафинированное. Бекончик кидаем. Я не знаю. 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 Что-то. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Так, рук. Рыба скоро ловится в такой погоде, дай Бог, надоели эти дожди уже. Ай, глаза защипало от лука. Пусть наш лук пассируется. Это делало все, сейчас мы еще порежем парочку помидорок. Помидоры домашние, Алла Викторовна сама выращивала. Только-только первые пошли. Уже дозревали здесь, на маршруте. В общем, свои лук пахнет 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 пахнет. Как пахнет тепличкой. магазинские видимо выветривается уже это запах так не пахнет это прямо вот грядки там аромат такой вот завтрак у туристов будет вообще бомба просто яичная бомба из семи яиц ну и сейчас то ради чего все это делалось пошли яйца вот ребята такое замечательный получился у нас завтрак до среза тут для мытья посуды стоит сейчас мы с удовольствием все это употребим приятного аппетита это мы думаем переехать на другое место вот идем на разведочку отпуск у нас только начинается вот думаю может лагерь перевести другое место более подходящий ребята попался вот такой щуренок ну сколько здесь фиг его знает грамм наверно на 200 такой рыбка начинает клевать что не может не радовать мы занимаемся переездом давай давай гриба не хвостом то все ушел все ребята мы сделали этот трудоемкий процесс мы переехали переехали в другое место которое изначально смотрели вот на таком вот при горке мы находимся там внизу лозива единственное что на рыбалку вот так вот спускаться придется да это по фигу это пофиг там вот у нас судно наши стоит привязанная вода убывает это не может не радость значит скорого рыба начнет клевать вот почему здесь потому что нет здесь этих чертовых зарослей за которые постоянно цепляешься здесь сразу берега идет глубина и по берегу можно далеко вот до самого моста ходить с прим ты обкидывать приманки рыба также плещется рыбы здесь дофигища да и в принципе везде так дофига вот а кстати вода еще упала вот на ваших глазах рыба плеснулась вода еще упала вина отходит вчера вот где привязана лодка вчера вот эти камни были затоплены вода вот настолько спала за два дня так не за два ну да за сутки на сказать правильно вот только что мы закончили располагаться вот видно сейчас на какой пригорочек к нам лагерь все стандартно сделали так как мы любим здесь вот у нас рыболовная палаточка среди себе причин дал от снасти внутри тоже все рыбацкие причин дал и чтобы дождем не вымочила кстати моросить начал раз пойдет алк смотри морсить начал затаскивай все здесь вот у нас алла досушивается и говоришь убирано не слушается не верит что пойдет дождь полотенце автомобиля поставил так чтоб маленечко заграждал может быть от ветра палатку так стул тут досушивается видимо под дождем вот ну тут тоже все стандартно у нас шат в шатре уже все все уже налажено шатре вот спальне тоже матрас все как обычно то есть вот друзья этот трудоемкий процесс мы совершили но в плане рыбалки это место более перспективное поэтому мы это и сделали мы молодцы время вечер закинуть фидер выбрал местечко из глубоко хорошо течение уже не выкидывает в траву приманки ждем поклевку погода поклевка 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 ребята продолжу я перезабросил снасть пустая была поклевка продолжу значит бурманты вообще где мы сейчас находимся это конечная точка нашего маршрута предполагаемого то есть как должно было быть мы должны были приехать в ежай нас оттуда должны были забросить в верховье и оттуда мы должны были сплавиться до бурмантова здесь уже в бурмантова мы как бы уже подождали бы вездеход урал машина у них ходит они бы нас забрали и увезли обратно в ежай там у нас на стоянке должен будет стоять должен был стоять автомобиль вот но здесь погода внесла свои коррективы лил сильнейший дождь и видно да я вам уже показывал вода просто просто обалдеть как поднялась дай бог пока мы здесь чтобы она упала там рыба начала клевать и так далее вот но дело не в этом вездеход который должен был нас забрасывать он просто там там какая-то какую-то и какую-то реку на вброд было переезжать он просто не мог ее переехать в брод и вода сильно разлилась не было возможности нас забрасывать ну то есть смысл вообще отпал ехать туда в ежай там тратить какие-то средства и так далее поэтому и просто завернули на бурмантова хотели в ежай как бы тусануть но по ходу маршрута мы уже просто увидели что да ну поедем бурмантова вот и там будем искать стоянку так мы и собственно и поступили вот и вот оказались мы здесь бурмантова здесь мы рыбачим здесь вы нас и видите поклевка ребята что ли сейчас подтяну посмотрим поклевки поклевки были но никого не удалось извлечь хотя одно радует вроде на червя чего-то клюет еще червя посадим и снова делаем заброс а вот там он рыбачит вот так вот ребята прошел нынче день с фидером то трава мешала то сейчас какие-то мелочь видимо пустые поклевки все да да и пусто только червя насаживаешь как прошел день с фидером завтра у нас будет совершенно другая снасть вода вроде падает то есть надеемся что клев все-таки начнется его включат в общем то находимся мы в рыбных местах это верховье лозивы как можно вот такую красоту пройти любическая сила сейчас заморите пожалуйста невозможно пуса она я их выкручивала в общем тут ну это масляночки там а бабка нет ну действительно действительно что невозможно запретить красавцы твой белый я увидел вообще оглох я сначала проходила скрипя сердце пробуду ну как можно пойти